Добрый вечер! На протягу двух дней тут проходили презентации книг и выставочных проектов, демонстрации книжных новинок и друкованной продукции. Одной из главных подей стало урушение первой национальной литературной премии Беларуси. Звыше 30-ти выданью проставили в шушене гомельские литераторы. До наступного свята, кажутся, еще есть час. Но уже сейчас тут рыхтуют творческие идеи до встречи в Рогачеве. Приемно, что наши выступления журы Дня беларуського письменства было оценено. И наша письменницкая организация означена дипломом за перемогу в номинации «Философская лирика». Конкурс мастерства Муллера, о котором организовал областный профсоюз Будовников, распространялся сегодня в Ятковском районе. Отдел принимают омаль 50 человек с разных организаций Будовнического комплекса у Гомельшины. На открытии конкурса побывала наша задумышная бригада. Лепшие муллеры Будовничих предприемств у региона, які мают 4-й 5-й разрад, собралися калявевские новоселки у Ветковском районе. Место выбрано не выпадково. С поборничают муллеры на объекте, який зараз будуется. У чистом поле, чтобы умоленно санитарными потребованиями, узводится птушка-фабрика. Проектная могутность – 20 тысяч штук мяса птушки в год. Два года назад мы проводили такой конкурс на Мозырской зоне при строительстве свинотоварной фермы в Ельском районе. Мы добились той цели, которую ставили перед собой. Действительно, ускорили, приблизили ввод объекта в эксплуатацию. Была достигнута наибольшая выработка по кирпичной кладке – 3,5 куба. Я думаю, что здесь, надеюсь, что мы здесь перехлестнем этот показатель. Продолжение премии за максимальную выпрацовку – 700 тысяч рублей. Заснованный призовый фонд по выниках усяго конкурса и у знагороды в разных номинациях. Але, вяду мажь, справа не только в грошах. Я не жалею. Я даже самый счастливый, что я этот каменщик и есть. Ну, естественно, в первую очередь и себе желаю эту победу. Надеюсь победить. Ну, всем удачи. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Евген Макеенко. Телерадио «Компания Гомель». До других тем. Присягу на верность родиме приняли першокурсники, которые поступили на военно-транспортный факультет Белорусского державного университета транспорта. Слово у расистой клятвы молодые люди промовили в присутствии своих родных, близких и старших товарищей. Затем, как проходил ритуал, назирала наша здимушная бригада. Пленуй достойно исполнять воинский долг. Мужественно и самоотверженность защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Тяжер автомата у руках, легкое хвалявание, дрожание в голосе и стук сердца. Такие отшувания, знаемые каждому, кто когда-нибудь промовлял слова военной присяги. И текст новобранцы ведают на память. Лист у руках на выпадок, когда хвалявание все же возьми вверх. Дары, че справляются, першокурсники выдатно. Строявый круг и последовательно с денью отпрацованы подчас занятков на пляце. А кроме того, новобранцы пройшли курс молодого бойца, отримавши уявление про то, что их чекает у годы в учебы. Шесть утра подъем был. Вот это было весело. Все время ходимали нас с кровати, заселали, все учили. Ходили в походы. Выбор сделал я уже давно, пять лет назад, когда мой брат только поступил сюда. Да, я вот тоже пошел за ним, по стопам брата. Мы военную династию создадим. Военно-транспортный факультет у Белорусским державным университетом транспорта был створен в 2003 году. До этого на протяжении 50-ти годов дейничала военная кафедра. На ней были закладены традиции подрихтовки специалистов, запотребованы как в Узбройных силах, так и в Господарче-промисловом комплексе. Выпускники могут быть выполнены. Без праций они не застанутся. Наши курсанты уже готовы выполнить задачи, уже начиная со второго курса и достойно выполняют уже задачи в ходе войсковой практики и стажировки. Участвуя в государственных программах, реализуют те программы, получают государство действительно значимые объекты. Но самое главное, их будет задача, это не допустить конфликтов, развязывания войн, и, конечно же, мирное небо над головой. Руслан Пролязковский, Алиса Рудянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гумель». У Наруле открылся шестый полик у музей. Музей детинства, знаменит с предметами, которые в разные часы сопровожали человека от народжения до закончения школы. Пришим, по словах организаторов, экспозиция еще будет пополняться. Вот им лику редкими речами. Олег Сентюроу поназирал за уражениями первых наведовольников. Початок к створению сетки музейных установ на Раулянского района поклали в 1991-м, когда тут открыли музей этнографии. Але соправдный бум почался году 10 тому. Музей Рамёстов, музей сельского гандлю, музей пошты, музей истории района. Усе без выключения размещены у школах, а тому николи не пустуют. Крыгатым первоважная большинство экспонатов, соправдные, як до речи и у нового музея детинства, те руты его первых наведовольников, керуньки в области района. Экскурсоводы слухают уважливо, а потом делятся уражениями. Соправды, ранее теж цацки были мягчими не такие пригожи, як зараз, але и они были добрыми. Другого вызначения не знайдешь. Нет этого уродства фантастического, вот этой фантасмагории в игрушках, как было, как наблюдается она теперь. То есть игрушки воспитывали и развивали детей. Самое главное – воспитывали. А что для маленького ребенка? Конечно, надо его воспитать человеком, что нормальным человеком вырос. Ну вот советские игрушки – это все хорошо просматривается. Особлилось у всех школьных нарулянских музеях у тем, что до любого экспоната можно докрануться руками. По великим рахунку, и они истворены школьниками, членами мясового краизнавчика гуртка, под керунницом наставника Василя Чайки. Под час экспедиции по вёстках района у них отрымливается знайси такие речи, что потом сами издевляются. Напыл на самый незвычайный портфель в истории Беларуси. Менавито у этой якости выкарствовали скрыню с под немецкой сброей. Далече подручников и шитку так само не было, а тому писали на звычайной газете. Хоть на Равлянском музее это не просто текавые экспонаты, шитки розных часов, куток двоечника, школьные подручники, по окружному разделе можно проводить особное доследование. Экспозиция музея детинства будет пополняться. Есть, например, планы привезти сюда соправданную детяжью колыску за одного из былых панских майонков. Таких экспонатов так само знайшли. Але самое головное, что теперь у сего это можно просто прийти и убачить. Наверное, надо подрастающему поколению знать свои корни, надо знать свою историю и ценить то, что мы сумели сберечь и показать подрастающему поколению. Поэтому это хорошее дело. Музей в школе, я считаю, должен быть. И наш музей, это гордость наша. Алексей Мчаров, Евгений Макеенко, телерадо и компания «Гомель» с народом. Сегодня у Мазыры пройшел, что годовый хрестный ход за одной из головных святынь в Полесе, судотворной иконой Божьей Мати Юровицкой Милосерной. Всю летнюю расистостью присвящены 385 годзю заявление иконы, а так само 150 годзю освящение собора Роства Просвятой Богородицы Юровицкого Мушинского монастыра по православным чыням. Судотворную Юровицкую икону Просвятой Богородицы шануются католики и православные. У Юровичей она была принесена еще в 17-м стагодзе. Доведавшись про святыню, якая прославилась шматликими цудами, сюда стали приезжать паломники. И в забаве пошлося взведение величного иезуитского собора. В 19-м стагодзе храм передали православным и был створен спис судотворной иконы. Оригинал повезли у Краков, а докладная копия засталась у Юровичах. Животворная сила передалась и копией иконы. При советской уладе собор был разбуранный, про святыню стали забывать. Одновление храма началось только в 1992 году, а в 2006-м здарился суд. Верники знайшли старожитный судотворный спис иконы в склепе монастыра. Икону отрестаурировали из того часу каждую осень привозить ее в Мазыр, а потом урочиста несут назад в монастыр. Хрестный ход завсёды начинается з урочистой службы. У каждого из нас какие-то свои трудности в жизни. И к кому мы обращаемся? Куда мы идем? Мы обращаемся в Мазыр. Она ближайшая нам заступница, она ближайшая нам покровительница. Она нас всегда слышит, она нас всегда помогает. У гэты день сотни верников сбираются для храма. Хрестный ход – гэта всеогульная молитва, якая волода велезарной силой. Верники просит у Богородицы покрова и заступництва. Каждый из нас просит Божью Матерь о чём-то, благодарит её. И Матерь Божья слышит нас, оказывает нам свою помощь. В крестном ходе. Я верующий человек, я часто хожу в церковь. И это для меня значимое событие – приобщиться к единому. Ну вот, хочем получить благодать Господню от Матери Божьей. Для меня тоже это большой праздник. Я благодарна Матери Божьей. Она мне во всем моим деткам, внукам помогает. У гэты раз перед самым выносом иконы Божьей Мати Юровицкой Милосердной пошался моцный ливень. После засушливого лета верники восприняли это как знак особливого благословления. Одночасово это стало и выпробованием для проходжан. Однако дождь не поменьше у колонны удельников крестного ходу. Сотни людей схилили свои головы перед судодейной иконой. После крестных ход со святыней праз весь город рушил за Старый мост. На меже Мазырска и Калинковицка района паломники переселили автобусы, которые довезли их до вёски Юровича. А туль снова пешу, и они протягнули шлях до монастыра. Виктория Синицкая, Светлана Груцкович, Слава Прописнов, телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании «Гомель». Далее про надворье. На территории Гомельской области позицию заняли холодные поветранные массы. Господарец тут, и они будут омалю весь тыдень. Понижение температуры прогнозуется до четверга. У нашей слупок термометра может опускаться до плюс шасти. Дённая температура поветра будет вагаться от 13 до 18 градусов. Короткочасовые дожжи будут нагадывать про себя весь тыдень. Ранницы шакаются туманы, больше тёплое и сухое надворье усталюется в пятницу. Однако надолго не заховается. 12 вересня, коллегами, что они будут означать день города, поветра прогреется до плюс 18. Могчимы короткочасовые дожжи. По информации областного гидрометая центра, подобный температурный фон, отповедая к этому периоду года, отхилению от нормы не прогнозуется. И об спорте. Гомельские команды «Белорусская Чигунка» и «ВРЗ» набрали первые очки в чемпионате краины по мини-футболе. Чигуношники дома переиграли «Неман» с «Берозовки» с «Ликом» 3-1. А вагонобудовники «Крыхунишакана» оказались мощнейшими за «Витебский Витен» 5-1. Другий тур чемпионату ознаменовался первым областным дерби. Светлогорский ЦКК завитал гостей до агрокомбината «Паудневые». Светлогорская команда поколь не в лепшей форме. Футболисты пошли под рыхтовку до чемпионата прикладно за тыдень до его старта. А лея шел в первом туре, у «Гульни» супра «Цветена» и они показали, что недооценивать их не варто. «Паудневые» и ЦКК в чемпионате ранения сустракалися, а тому «Гульню» пошли вельми осторожно. Первый тайм был не вельми богатый на небеспешные моменты. У другого «Гульня» стала больше острой и худкой, и первая была на боку господаров. Первый гол болельщики увидели за 4 хвилины до закончения «Гульни». До этого «Паудневый» успел отыграть 2 хвилины в меньшинстве после выдаления одного с «Гульцов», а также не забить 10-метровый удар, призначенный за перебор фалов футболистами ЦКК. Открыл лик Дзянис Семенюк, который не разгубился, когда чужих ворот. Праз 2 хвилины «Паудневый» снял пытание о переможце, подвоюши перевагу. Артем Кудрауцев реализовал 10-метровый. Таким чином ЦКК застаётся одним представником нашего региона, который не набрал очков. А у «Паудневого» 100% выник – 6 очков после двух «Гульня». Игра равная была, вы сами видели, но им повезло больше, чем нам. Видно, что ребята как бы мандражировали немножко, и украинцы наши, они показали то, что они могут показать, даже сравнить их уровень с первой игрой, с этой немножко, они их стесняли как-то. Ну, белорусы сегодня хорошо отыграли. На этом выпуске завершено. Студия працавала Маргарита Швукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин